Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Как вы считаете, Андрей Владимирович, почему именно это время было выбрано для этой попытки, ну, не скажем, не мятежа, но какого-то разбойного такого нападения? Ну, я бы не стал привязывать к чему-то конкретному. Это просто, есть определенная логика во внутреннем развитии Казахстана. И за последние 2-3 года было несколько сигналов, которые стали свидетельствовать о неблагополучии в отдельных районах Казахстана и о том, что, в общем-то, несколько меняется внутреннее настроение в стране. А вы как считаете, Григорий Павлович? Я думаю, что главное, что нужно здесь отметить, это тестирование самого Казахстана, тестирование казахской власти высшей. Проще говоря, это пробивка действующей власти на прочность. Вот у нас в нашем евразийском периметре очень много говорят, о чем с такой опаской, надо прямо это отметить, о том, что могут произойти в наших странах, в евразийских, какие-то так называемые цветные революции. Я еще раз хотел бы напомнить, мы об этом как-то и в этой студии говорили, что именно в Центральной Азии, в Узбекистане была такая недореволюция, последняя четвертая в 2005 году, так называемая «зеленая». После этого этот сценарий был закрыт. И новый формат попытки смены действующей власти нам был продемонстрирован, абсолютно новый, в апреле 2009 года в Кишиневе. То есть тут абсолютно точная датировка, для меня здесь вопросов нет. Потом был 2010 год Киргизия, Украина и так далее. Чем эти форматы друг от друга отличаются? Цветная революция, ну это люди выходят на площади с цветными шариками, там с флажками в руках, с цветами и так далее. Именно поэтому и называются цветными. Здесь демонстративная, в данном случае, вот в Актабе, бывшем Актюбинске, демонстративная наглая атака фактически на все органы власти. Отметим, что там не только оружейные магазины были захвачены и разоружены фактически, а и была атака на воинскую часть. То есть это не просто сигнал. Мы, кстати, еще не знаем, чем это закончится, объявлено чрезвычайное положение, но уже после того, что произошло 5-го числа, мы видим, как развиваются события. То есть там обстрелы были уже где-то в районе Актабе на дороге и так далее. Конечно, власти все это заблокируют, все это будет взято под контроль. Но я вернусь вот к этому главному тезису. Это тестирование ситуации. Причем здесь важен уже в данном случае не только Казахстан. Вот многие ведущие, казахстанские политологи, ну как бы с юмором таким, с иронией, адресуя это российским экспертам, говорят о том, ну что вы вот постоянно напоминаете, что это там граница с Оренбургом, никакого отношения это не имеет ни к России, ни вообще к дальнейшему серьезному развитию этой ситуации. Тем не менее, мы должны отметить, что по факту, просто чисто географически, Актабе находится на практически границе с Оренбургской областью. Более того, религиозный фактор тут тоже засвечен, причем не на уровне каких-то домыслов и слухов, а как главную версию о том, кто виноват, казахская власть выдвинула то, что виноваты, вот в кавычках просто это словосочетание, они вот так и приводят, представители нетрадиционных религиозных течений. То есть даже конкретные какие-то не афишируются бренды, ну допустим, ИГИЛ здесь вообще не звучит. Главное, на чем сейчас сосредоточились, вот анализируя эту событию и комментируя ее публично на вербальном уровне, местные ведущие, опять же, казахстанские политологи, это разделение жесткой ситуации. То есть они четко с самого начала говорят о том, что это виноваты какие-то местные радикалы. То есть никакого заступа, шага вот туда за границу не допускается, потому что если будут выявлены какие-то заграничные нити, корни вот того, что произошло, именно произошло в прошедшем времени, потому что я еще раз подчеркну, я думаю, все это будет заблокировано и взято под контроль на этот раз. Вот эти корни, они могут изменить ситуацию. Тогда, соответственно, или какой-то бренд, ведущий террористически, международно, на себя возьмет ответственность, или появятся какие-то местные, новые, может быть, несуществующие организации. Мы видим, что такая появилась. Так называемая армия освобождения Казахстана. И уже само вот это словосочетание, ее нет этой армии, она уже действует на психику, на восприятие международного сообщества того, что происходит в Казахстане. У нас на прямой связи из Праги наш коллега Амирхат Шарибжан, обозреватель радио «Свобода», бывший директор его казахской службы. Добрый вечер, Амирхат. Здравствуйте. Чем вы объясняете случившееся вам слово? Ну, дело в том, что надо отметить, что тут надо разделить. Разделить атаку этих радикалов, как их представили, и ситуацию вокруг Тулешева, которого арестовали в январе. И кроме этого, Тулешева обвиняют не с активностными событиями, а с событиями, которые имели место в Казахстане в конце апреля, в мае, когда тысячи людей вышли на площади в разных городах страны. В некоторых случаях это были сотни людей, в некоторых тысячи. И протестовали против приватизации земли. Это была очень серьезная заявка активистов. Тысячи людей были арестованы, огромное количество было арестовано, ну, не арестовано, а, так сказать, задержано. До 21 мая, когда намечались вот эти самые большие, значит, выступления. Многие из них были отпущены, некоторые из них отсидели по 10-15 суток, некоторые, значит, были острофованы. Но дело в том, что где-то человек 7-8 были обвинены в разжигании социальной розни и помещены в следственный изолятор. А вот в чем конкретно обвиняется Тулешов? Что касается вот ситуации в Ак-Тюбе, которая произошла, трагические события, очень много людей погибло. По последним данным это 18 человек, включая вот 12 этих террористов. Тут вот, как бы, связей такой официально не было заявлено, но вот система сработала очень интересно, что после этих событий сразу вдруг объявили о Тулешове, что он спонсировал вот такие вот выступления активистов, которые требовали пересмотра вот закона о приватизации земли. Вот. Дело тут в следующем. Дело в том, что, конечно, никто не отрицает, что Ак-Тюбе это очень сложный, сложный регион. Надо вспомнить, что в 2011 году первая атака террориста-смертника за всю историю Казахстана пришла именно здесь. Кроме этого, именно в северо-восточной, в северо-западной части Казахстана, в западном Казахстане, вот эти террористические группировки очень активные, были очень огромное количество судов, много людей было осуждено, особенно после вот этих событий 2011 года. Тут какие-то новые появились группировки, которые раньше мы не слышали о них. Это вот Джун Аль-Хилафа, который был организован в Пакистане, который состоял якобы из граждан Казахстана и работал только в Казахстане. Тут и Хизбут Ахрир, тут и Таблиги Джамат и так далее, и так далее. Ситуация с радикальным исламом именно в западной части Казахстана, она очень серьезная. И это объясняется многими факторами. И вообще протестные настроения здесь, в западном Казахстане, очень сильны. Это не обязательно радикалы, исламские экстремисты. Это вообще исторически так сложилось, что здесь очень сильны протестные движения. Это начиная от 19 века, 30-е годы, восстания и Сатая, и Мохамбета. Это вот когда выступили как раз против передачи земли официально казакам и русским переселенцам. А вот оттуда вот это еще идет с тех исторических вот этих моментов. И опять же я хочу отметить, что связь вот этих событий, которые произошли вдруг неожиданно 5-го числа в Актыбе, и вот эта связь между этими выступлениями против передачи земли, ее как бы нет. Но в то же время правительство дает намек, что именно сегодня объявляют о том, что Тулешев спонсировал вот эти выступления против приватизации земли. Еще надо отметить, что очень серьезно надо подойти к тому факту, что Тулешев имеет очень сильные позиции на юге Казахстана. Он являлся очень серьезным бизнесменом в том регионе, имеет хорошие связи в России, был гостем и выступал, я же, по-моему, в Госдуме по вопросу прав русского языка и русского личного населения в Казахстане. То есть тут все замешано и очень серьезно. Очень говорить параллели здесь, сразу говорить о том, что это конкретная связь какая-то есть, это очень тяжело. Другой момент, когда в самый разгар вот этих событий, когда люди выступали против закона о приватизации земли, Назарбаев сказал, ну не допустим, Украин второй. После этого государственные каналы объявили, причем используя то же самое вокабулярное, которое используется на каналах в России, пятая колонна, казахстан хотят раскачать, значит, эти демонстрации получают в долларах деньги от западных спецслужб. Но вот это как-то не сработало. И вот сейчас, похоже, что после событий в Ак-Тубе, я не хочу говорить, что они были чем-то спровоцированы или инсценированы, я не могу этого сказать. Но в любом случае, вот, похоже на то, что власть сразу же запрыгнула в лодку и постаралась дать такую информацию, что вот именно Туляшов в данный момент не западная спецслужба, а, оказывается, Туляшов, олигарх местный из Южного Казахстана, платил, значит, этим выступающим против земельной реформы. А власть в Казахстане этих, значит, поступлений сильно испугалась. Это было заявлено. Спасибо. Андрей Владимирович, а в чем, по-вашему, специфика западных регионов Казахстана, примыкающих к России? Ну, там много сочетаний. Там есть русские факторы исторические, там много всего. Самое главное заключается в том, что Казахстан, Казахстан, по сути дела, на сегодняшний день не является полностью единым централизованным государством. Есть группировки на юге, есть на западе, есть на северо-западе, которые каждый из своих имеет свои интересы. Но самое главное даже не особенности, так, допустим, северо-запада или запада, а то, что сейчас, с моей точки зрения, Казахстан стоит на пороге очень больших вызовов, связанных, прежде всего, с тем, что существующий президент, действующий президент, Александр Анатольевич Назарбаев, это тот человек, который цементирует страну. Но есть возраст, есть все абсолютно понятные факторы. И сейчас, в самом внутри Казахстана, люди понимают, что настанет скоро день, когда нужен будет новый лидер. Равного ему в Казахстане нет. То есть там даже тень непрерословимая, какого-то наследника, который может быть или избран, или назначен, и так далее, и тому подобное. И ведь вопрос заключается в чем? Что эти события, я совершенно здесь согласен, это тест власти на прочность. Потому что любые персональные изменения наверху в Казахстане, они могут резко дестабилизировать страну и обострить взаимоотношения между джусами, между людьми конкретными, во властных структурах. Я бы не сказал, что в Казахстане, возможно, вторая Украина. Это совершенно другая страна, другой тип организации общества и так далее, и тому подобное. И, условно говоря, разница огромная между Ак-Тюбе, Астаной, Алма-Ата. Это совершенно разные, абсолютно разные, так сказать, места, разные совершенно настроения людей и так далее. Но мы должны помнить о другом, о том, что то, что произошло, это произошло действительно рядом с российской границей. Это первый раз за все последние годы, когда непосредственные близости от российской границы, я не стал бы, конечно, называть это госпереворотом, попытка госпереворота, это, конечно, явное преувеличение, но это первая попытка дестабилизации, открытой, жесткой дестабилизации власти в Казахстане. Я, честно говоря, больше все-таки связываю это не с какими-то там бизнес-интересами и прочее, а все-таки с исламистами. Может быть, специфическими исламистами, потому что Казахстан – это не исламское государство, и так далее, и тому подобное. Но усиление исламского влияния есть, и в перспективе это весьма возможно. Не секрет, что есть значительное количество граждан Казахстана, которые воюют в Ираке, в Сирии, в рядах ИГИЛ. И скажу парадоксальную вещь. Чем быстрее мы победим ИГИЛ в Сирии и в Ираке, тем быстрее они вернутся в Казахстан и будут дестабилизировать Казахстан изнутри. То есть, на самом деле, мы должны быть готовы очень серьезно к тому, что Казахстан из, так сказать, заповедника стабильности в странах СНГ, в зоне СНГ, может превратиться в определенную зону нестабильности. Это огромный вызов для России, потому что это связано и с нашей национальной безопасностью, это связано вообще с целым ситуацией в Центральной Азии. Нет ничего хуже для России, если в ближайшие годы все пойдет по принципу снежного кома. Одна страна за другой будет дестабилизироваться. Потому что давайте вспомним, и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Таджикистане все три лидера – это люди, которые были еще в советское время фактически. Они скоро по естественным причинам будут уходить. И если, условно говоря, не создать внутри страны механизмы переходного периода, не создать, условно говоря, систему таких политических прокладок, то мы можем получить, ну, вот это октябре, умноженное в сотни раз. Григорий Павлович, как по Вашему, есть ли в Казахстане предпосылки для цветной революции? Нет, таких предпосылок нет. Как я уже сказал, цветные революции исключены, потому что цветная революция, она классически связана с избирательным процессом. То есть, там, пересчет голосов и так далее. То есть, в ходе избирательного процесса возникают какие-то вопросы, выходят люди на улицы, и вне рамок этого избирательного процесса уже начинают давить на ситуацию. Когда появляется оружие, это уже не имеет абсолютно никакого отношения к цветной революции. И даже к арабским веснам это уже не имеет отношения, потому что арабская весна, там, братья-мусульмане, все-таки это было связано с какими-то политическими движениями, партиями, которые, может быть, были отсечены от политического процесса. Здесь, в чистом виде, вооруженная атака на власть. Причем, не так уже важно, кто стоит, может быть, для непосредственно Астаны это важно, а кто стоит за вот этой атакой, важно, что авторы сегодня анализируют ответ власти. И, скорее всего, если этот ответ будет максимально жестким, то это будет как раз на руку вот этим авторам. Потому что ситуация непростая, об этом уже говорили, там не только проблемы с землей, масса в экономической ситуации сложная. Хотя надо отметить, что Казахстан здесь отличается в лучшую сторону, допустим, с теми же валютными ипотечниками, заемщики и в России сложной ситуации, в Казахстане было. Но там какую-то свою программу по инициативе президента Назарбаева применили местные экономисты, в частности, там долги в Тенге перевели и так далее. Но даже это не смогло ситуацию остановить, смягчить, да, на какое-то время. И все вот это наслаивается друг на друга. Здесь надо еще отметить очень важный момент. Мы же говорим в данном случае не только о центре сердца, сердцевине евразийского сообщества, пространства. Здесь ШОС, напрямую, Шанхайская организация и сотрудничество. Здесь все вот эти пути на основные экономического пояса, шелкового пути, соответствующие соборежению будущего транспортного по коммуникациям с Евразийским экономическим союзом, здесь центр всего. Поэтому вот этот тест очень опасен. И сейчас многое зависит от того, как именно среагирует официальная Астана. Надо отметить также еще очень важный факт. Где-то примерно с 2011 года казахстанские эксперты, которые отдают себе отчет в том, что они говорят и пишут, они прямо заявляли о том, что вот это что-то подобное может произойти. Чиновники, естественно, ну, наверное, кто-то это читал из соответствующих структур, правоохранительных органов Казахстана. Но, как всегда, чиновники не прислушиваются к тому, что говорят эксперты. Вот результат. Но результат может быть еще тяжелее, если они и сегодня не прислушиваются к экспертам. Потому что эксперты очень активно комментируют эту ситуацию. И не просто комментируют, не просто критикуют власть, они дают конкретные рекомендации. Например, что делала вот эта воинская часть. То есть берут, анализируют учения, которые за последнее время проходили, ну, там, с какими-то воинскими подразделениями, нацгвардии Казахстана, и задают вопрос, почему, собственно, они не отрабатывали отражение ударов непосредственно по воинским частям. То есть это абсолютно не отрабатывалось. Это очень важный момент. Дадим слово Мирхату Шарибжану, нашему коллеге из Праги. Мирхат, чем вы объясняете отсутствие внятной реакции из Кремля? Из Кремля? Да, это как-то пресс-служба президента, как-то что-то примирительное. Ну, пресс-служба президента Казахстана, по-моему, Песков сегодня заявил, что это мы как бы туда не хотим вмешиваться, и Казахстан уже адекватно ответил на эти вызовы и так далее. Я хочу одно вещь сказать. Здесь, мне кажется, назвать это нападением на воинскую часть, ну, это было безумие, во-первых. Во-вторых, если посмотреть кадры, которые имеются в наличии, то видно, что люди совершенно неопытные, никогда не служившие в юнивере, не имеющие никакого опыта в этих действиях. Это как какие-то совершенно сумасшедшие люди, которые, возможно, поддались каким-то радикальным идеям. Нападение там, зайти в элитную, это элитная, значит, войсковая часть, военной гвардии, и начать там стрелять вокруг. Естественно, понятно, что это нападение, хотя, конечно, это нападение, но это какое-то нападение без целей. Что они преследовали, никто не знает. Вот эта организация, которая привела в себя армией освобождения Казахстана, что это за организация? Её и нет. Любой может выслать этот e-mail на все, значит, эти, все массовые информации, заявить о себе, о том, что эта армия существует. На самом деле, никто не знает, есть ли такая армия или нет. Скорее всего, её и нет. Но дело не в этом. Дело в том, что отсутствие какой-либо внятной реакции со стороны Кремля, мне кажется, понятно, потому что нет внятной реакции самого Казахстана. Дело в том, что первые несколько часов вообще информации никакой нет у нас. Скорее всего, было такое ощущение, что местные власти ждали команды, что можно говорить, а что нет. И, как сейчас бывает в Казахстане, первая информация прошла по социальным сетям через видео, которые были засняты чвилицами. Какие-то журналисты начали всё это использовать для своих каких-то там получастных, каких-то онлайновых порталов, новостей и так далее. То есть, на данный момент говорить конкретно что-то трудно, не только Крыму, мне кажется, трудно говорить и Казахстану, хотя, конечно, Казахстан уже, во всяком случае, сразу же подвязал эту ситуацию, с ситуацией, как я уже отметил, вокруг активистов, протестующих или протестовавших против земельной репуты. Да, Андрей Владимирович, вы какой версии предпочитаете? Ну, я бы сказал несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Первое, что то, что произошло, произошло очень скоро после саммита стран Евразийского экономического союза в Астане, в Казахстане. Как раз где говорилось о стабильности и прочее, прочее. Я бы не сбрасывал это со счетов. Первое. Второе. Да, никто никогда не слышал об армии и освобождении Казахстана раньше. Но в свое время в Узбекистане мало кто слышал об исламском движении. Узбекистан, иду. Оно стало массовым и очень серьезным. То есть, это, с моей точки зрения, очень серьезная заявка на то, чтобы попытаться внедрить в сознание казахского общества, что начинают формироваться силы, которые хотели бы изменить государственное устройство страны. Это долгосрочная вещь, которая может очень сильно повлиять в будущем. То, что там не профессионалы, да, конечно, так госперевороты не делаются. Но, ведь понимаете, в чем дело? В ряде случаев гораздо важнее не осуществить госпереворот, а привлечь внимание медиа, средств массовой информации. Им это удалось. Им это удалось, потому что по всем мировым каналам все это идет и так далее и тому подобное. То есть, это тема, которая станет в Казахстане и вокруг него темой на постоянной основе. Это тоже очень неприятно и очень сложно для действующей власти, потому что сейчас любые последующие выступления, манифестации и так далее и тому подобное, это все будет автоматически связываться с событиями в октябре. То есть, здесь, понимаете, начинается новая эпоха в какой-то степени политической жизни Казахстана, когда все внутренние процессы будут рассматриваться уже не под углом стабильности, которая там была многие годы, а именно под углом возрастания нестабильности. Викторий Павлович, как у вас, велика ли вероятность распада Казахстана географического? Ну, здесь мы должны отдавать себе отчет в том, что мы находимся перед, в целом, по советское пространство, перед следующим, ну, я так это условно называю, вторым распадом Советского Союза. Потому что первым распадом можно назвать то, что произошло на рубеже 91-го года, когда вот государства появились по тем старым границам, начерченным во многом условно бывшими большевиками, коммунистами. Сейчас будет игра силовых полей с помощью, может быть, мировых центров силы в том числе. И эта игра будет переделывать все вот это, даже не постсоветское уже, а евразийское пространство. Поэтому угрозы существуют для всех абсолютно. То есть я бы не выделил здесь какое-то государство, которое обладает, ну, такой стопроцентной, тысячепроцентной стабильностью, и которое не могло бы быть подвержено этим процессам. В целом, конечно, мы должны посмотреть и на религиозный фактор. Вот нам только что сейчас наш коллега сказал о том, что вот эти восставшие придерживались каких-то непонятных радикальных взглядов. И, кстати, к России этот вопрос тоже имеет отношение непосредственное. На протяжении последних 20 лет, особенно вот в последний период, шла и усилилась в последнее время очень активно работа с так называемыми традиционными течениями, традиционными конфессиями. Прямо, скажем, представители этих традиционных конфессий власть кормила с руки. В Казахстане особенно, там форумы в том числе проводились и так далее. Возникает вопрос, а какой резонанс? Что сделали в ответ представители вот этих традиционных конфессий? Хотя, понятно, там в Казахстане ислам со своей спецификой, в Киргизии со своей, тем не менее. Там есть лидеры, там есть конкретные организации. Если взять конкретно представителей ислама, что вы сделали для того, чтобы дезактивировать, санировать своих более радикальных собратьев, которых вы называете радикалами? Что конкретно сделано? Они скажут, да, проводилась масса круглых столов, но ваххабиты, радикалы, террористы, они не ходят на круглые столы. А кто будет заниматься этим вопросом? Президент Нурсултан Назарбаев, нет, не он должен заниматься, он вообще не должен теологией заниматься, а то, чем он должен заниматься, он это делает, реализует и достаточно успешно для него. Но нет развития дальнейшего. Поэтому, если появляются такие непонятные люди, это вопрос к тем, кого кормили с руки. Если сам президент по понятным абсолютно причинам не может задать этот вопрос вот этим представителям разных течений религиозных, ну, значит, общественные деятели, эксперты должны ставить четко этот вопрос. Если они не работают, тогда зачем мы вообще вбухивали столько денег? Зачем мы вообще соединяли религию с властью? Потому что это само по себе может навредить. Потом эти умеренные, может быть, какие-то представители религиозных течений, а если власть ослабнет, они будут власть пытаться ломать через колено. Мы видели это на протяжении многих веков, как представители власти при ползании на коленях, это в средних веках много раз было, к тем, кто возглавлял ту или иную церковь или ветвь какую-то, ответвление. А поэтому эти вопросы надо задавать уже сейчас. Что касается того, что это были какие-то сумасшедшие, так это еще более опасный расклад. Любой сумасшедший, любой гражданин может взять оружие. Тем более, что все это продается буквально там в два магазина, они в этом октабе. Я не знаю, сколько там десяток этих магазинов, сколько магазинов в каждом городе казахстанском. Вот сейчас возникает вопрос, а что делать с этими магазинами, что делать с боеприпасами, с охотничьим оружием? Это надо решать, причем незамедлительно. Мирхата Шеребжанова, задание вопрос. А какова сейчас степень свободы политической в Казахстане? Свобода слова вообще? Какова ситуация в оппозиции? Хотел об этом, как раз хотел об этом и сказать. Дело в том, что радикализация общества происходит не на голом месте. Вы правильно сказали. Но почему она происходит? Если в стране нет четкой системы поддержки свободы слова, если сидит мальчик-казах или татарин в какой-нибудь деревне под Атраву, Атрава — это нефтяная столица Казахстана, которая практически кормит всю страну, смотрит по телевизору, как его сверстники разъезжают на Мерседесах, как дети чиновников гуляют в ночных турах Астаны, и вдруг к нему приходят с идеей, что равенство вам принесет только настоящий ислам. Миссионеры там работают, естественно, работают. Идея, кстати, близость России, тут тоже надо отметить, она не всегда благополучна, в том плане, что, например, из того же Атраву гораздо быстрее долететь до Грозного, чем до Астаны или Далматы. И тем более, что во время событий в Чечне, во время войны в Чечне, особенно в Второй войне в Чечне, многие полевые командиры из Казахстана как раз были из Западного Казахстана, потому что это практически соседи. Если после того, как в 2005 году один из операционеров Казахстана, известнейший политик, бывший мэр города Алматы, бывший министр по чрезвычайным ситуациям был найден застрелив у себя дома, с двумя пулями в сердце и одной пулей в голову. И это было объявлено как самоубийство, а через несколько месяцев после этого, вы говорите, нет людей там, был великолепный политик, Алтембек Сарсимбаев, который мог дать 100 очков вперед любому политику в Казахстане, и не только в Казахстане, кстати. Его вместе с друзьями помощники нашли застреленными, казненными практически, со связанными руками в горах под Алмато и в Алла-Тау. После этого, конечно же, радикализация общества будет происходить. Когда журналисты независимые, либо при загадочных обстоятельствах, как мой брат, так сказать, что Ревжанов был убит в Алматое, кстати, после того, как он провел интервью с Сарсимбаевым в тот же день и с Рокодиловым, в тот же день его убили. Кроме этого, когда закрываются газеты и журналы, когда оппозиция вынуждена либо прекратить свою деятельность и уехать за границу, либо вообще потеряться, в каком-то вакууме находиться, и когда оставшиеся остатки какой-то оппозиции, в общем-то, играют роль карманной оппозиции или регулируемой оппозиции, в такой ситуации, конечно же, радикализация общества будет происходить, и именно вот исламизация, поскольку ислам все-таки имеет сильные корни, в Казахстане, хотя мы и говорим, что это как бы не как Таджикистан и какая-либо другая страна, бывшая советская центральная Азия, но все-таки это очень сильный фактор, и молодежь, там очень хорошая почва, хорошая почва для того, чтобы сеять зерна вот этого радикализма, а это ведь работа, вот вы говорите, что это работа духовного управления мусульман, там Казахстан и Узбекистан, нет, на самом деле это как раз итоги, то, что мы имеем, это итоги правления Назарбаева, который за 25 лет или там сколько, с 89-го года он у власти, и после развала Союза он уже у власти все время. Вместо того, чтобы создать правовое общество, институты, была сильная шла зачистка политического поля от всех кандидатов, и вы правильно говорите, что сегодня не осталось никого. Кто-то уехал, как Кижан Кожигельин, живет многие годы уже за границей, кто-то был убит, кто-то был казнен открыто, кого-то там объявили, что он сделал, значит самоубийство, в общем, такой форме изысканной. Вот, поэтому, к чему я говорю, у народа нет доверия власти. Когда нет доверия, воникает ситуация, есть ислам официальный, которому тоже нет доверия, со стороны людей простых. И есть ислам неофициальный, вот это уже опасность. Здесь уже радикализм может расцветать по синтетам. Я в этом плане с вами завожу. Как вы считаете, Андрей Владимирович, пользуется ли нынешний режим казахским доверием избирателей? Ну, если брать цифры выборов, то, конечно, пользуются и безоговорочно. Но вопрос в другом. То, что касается не только Казахстана. В Казахстане, это, кстати, относится частично и к России, в Казахстане появилось совершенно новое поколение. Вот то самое постсоветское поколение, которое, я еще раз говорю, во-первых, не связано никак с историей Советского Союза, во-вторых, которое, конечно, в гораздо большей степени открыто исламу и влиянию ислама. И самое главное, что это поколение, которое имеет гораздо меньшее уважение к власти. И с этой точки зрения, как раз вот в будущем, это будет один из тестов. Потому что, я еще раз говорю, те, кто ходят на выборы в Казахстане, это, в общем, массовое участие в выборах, это все равно люди, которые уже, условно говоря, там, за 50 и дальше и так далее. Молодежь в Казахстане политически неактивна. Политически неактивна, я имею в виду, там, в рядах партии и так далее и тому подобное. Но она может стать очень активной силой в условиях дестабилизации. Потому что рост количества молодых людей в стране, он носит очень такой активный характер. И это обязательно скажется. Потому что для них Назарбаев, конечно, с точки зрения всего, это икона, это отец нации де-факто, да. Но, с другой стороны, это человек из прошлого. И вот этот фактор, он будет влиять очень сильно. А вы как оцените степень стабильности режима? Ну, я вот здесь согласился с тем, что, в общем-то, все выглядит достаточно стабильно. Но сама власть чувствовала, когда были проведены, готовились досрочные парламентские выборы. Вот, они недавно закончились. Власть что-то подобное чувствовала. Она не говорила открыто о том, что есть опасность вот таких атак террористических открытых. Но давалось понять обществу, что экономической ситуации, кризис будет усиливаться. А экономический кризис, он влечет за собой напрямую просто, вот то, что произошло в октабе. Поэтому здесь надо, я бы предложил такой вариант, хотя я еще раз подчеркну, экспертов никто абсолютно не слушает. Это ведь очень тяжелая задача для чиновника. Не просто послушать, вычислить тех экспертов, а их единицы всегда, кого стоило бы послушать. Так вот, здесь надо наращивать срочно, буквально, там, какими-то нестандартными усилиями, не просто монолитность Евразийского экономического союза, а чтобы ЕАЭС, вот даже они аббревиатуру не продумали, очень неудобоваримая аббревиатура, и принимают, до сих пор применяют, об этом, по-моему, Шувалов даже говорил вот на последнем совещании, ЕАЭС, что ЕвразЭС намного лучше, хотя юридически уже невозможно туда вернуться. Так вот, здесь надо срочно показывать эффект от того, уже полтора года практически работает, а подготовительный период, там, вообще, полтора десятилетия шел, если не два целых, срочно показывать эффект. Вот когда социальная, когда экономическая ситуация стабилизируется, тогда и социальная ситуация, и общественно-политическая будет другой. Для чего создавался Евразийский экономический союз? Для того, чтобы сделать периметр, не занавес какой-то, ни в коем случае, но некую такую тихую гавань, порт, которая была бы защищена от того, что происходит, как нам говорят, постоянно в мире, вот эти перманентные, постоянные экономические кризисы, обвалы, чтобы от этого, от всего защититься. Более того, много говорилось о том, сейчас почему-то реже об этом говорится, видимо, в связи вот с этими событиями, которые к экономике не имеют никакого непосредственного отношения, говорилось о том, что нужно вводить единую евразийскую валюту и так далее. Кто-то говорил о том, что нет, то есть один руководитель государства выступал за, другой против, потом все это дезавуировалось, вот этого ничего нет, к большому сожалению. Поэтому одно на другое наслаивается, люди видят явное ухудшение жизни перед собой, ну просто вот по ценникам в магазинах, и вот это является ключевым фактором. Я лично об этом говорил, ну лет, наверное, 8 назад, и предлагал конкретные идеи, еще раз подчеркну, это никому не надо. Есть общие слова, какие-то наукообразные академические подходы, результат этого всего в октабе мы увидели. Если выводов из этого не будет сделано, а я только часть осветил тех выводов, которые должны будут практически сделаны, тогда, соответственно, мы увидим ситуацию, даже не в Казахстане, в Центральной Азии, не такую же, как на Украине, в Украине, как угодно. Там будет совершенно другой расклад, со своей спецификой. Вот нам часто говорят, просто иллюстрацию приведу, чтобы понятно было, что в России якобы ситуация может вернуться к 90-м годам. Никогда она туда не вернется. Новая ситуация, на новом этапе, гораздо более жесткая. И мы можем то же самое иметь, и сейчас мы видим симптомы, в Казахстане. Поэтому блокировать эту ситуацию надо нестандартными методами. Да, Андрей Владимирович, я вам говорю. Я еще хочу обратить внимание на одну вещь, чтобы было понятно. В Казахстане население не ориентируется на российскую модель. Понимаете? Там действительно доминирует идея казахстанского, своего казахстанского исторического пути и так далее, и тому подобное. И с этой точки зрения, условно говоря, в Казахстане практически невозможно говорить о том, что вот смотрите, давайте как в России, так сказать. Россия в какой-то степени демократичнее Казахстан, и как это ни парадоксально, можно говорить, но это так и есть. То есть там нет сил, которые бы внутри Казахстана сказали, давайте двигаться по тому же пути, как Россия. Давайте, так сказать, демократизовать общество, давайте проводить честные выборы и многое-многое другое. И в связи с этим, с моей точки зрения, в Казахстане существует неопределенность будущей модели. И я, может быть, принадлежу к тем пессимистам, которые говорят о том, что в критической, в кризисной ситуации Казахстан может развалиться на три государства. Даже не на государства, а на три квази-государства. Это юг, северо-запад и запад. С разными совершенно устремлениями, с разными, так сказать, это будет худший вариант для развития Казахстана. Но я еще раз говорю, что пока есть Назарбаев, да, есть какой-то цементирующий момент. Да, вот не будет Назарбаева, оказывается, дай бог ему, правда, долгих лет жизни, не будет Назарбаева, центра беженой тенденции резко усилиться. Резко усилиться, потому что у каждой зоны Казахстана есть свои экономические интересы. Есть действительно нефтяной Казахстан, который кормит 60% бюджета страны. Есть юг со своими интересами. Есть, в общем-то, не очень богатый северо-запад и запад. Вопрос Мерхату Шарипджану. Каковы официальные цифры поддержки населением правящего режима по последним выборам? Ну, мне кажется, выборы, то, что официальные данные, они соответствуют действительности. В принципе, в Казахстане не как в 90-е народу есть что терять в основном. Есть средний класс, если сравнивать с другими сентрилентарскими государствами. Гастарбайтеры, то есть мигранты рабочие, едут не только в Россию, но и в Казахстан. И в Казахстане им гораздо легче, потому что нет нападений со стороны скинкеров, нет староусловности такой, язык похож. В принципе, нет дискриминации по национальному признаку, так скажем. Поэтому они, узбеки, таджики, термины, работающие в Казахстане, у себя там прекрасно чувствуют. Но это показатель, что в Казахстане экономически все гораздо лучше, чем в остальных странах Центральной Азии. И народ, избиратели, они в принципе, им нужен человек, который гарантирует ту стабильность, которая у них есть. Но почему ситуация сейчас резко изменилась? Дело в том, что это уже второй раз, если не третий, вопрос о земле, вопрос пиратизации земли. Вот это вот та грабля, на которую наступили власти. Здесь народ мобилизуется, здесь нет никаких радикалов, здесь идет традиционно совершенно другое. Здесь, вот помните, в середине 90-х, когда столицу перевезли из Алматы в Астану, даже был анекдот. Вот Назарбаев с женой просыпается в отеле, Назарбаев глядывает в окно и говорит, боже мой, они уже латайские горы продали. А жена говорит, да ты забыл, что ли, мы в новой столице в Астане, вот в степи. Я к чему говорю, народ не доверяет элите, а элита у нас это политики и семьи, которые кормятся вокруг этих политиков, в том числе семья Назарбаева. И вот этот закон о приоритете о земле ставит вопрос, кто ее приватизирует, кому останется земля в Астане. Те коррумпированные чиновники, которые действительно коррумпированы, все это знают. Или все-таки это будет поделено честно, и будут равны условия у простого фермера, который сможет выкупить на тендере. И как тендеры работают в Астане, тоже все знают. Поэтому вот этот вопрос о земле, это был такой сильный момент, который в принципе, вот если бы сейчас были выборы, то ситуация была бы другая совершенно. Понимаете, потому что эмпатии избирателей, они меняются очень сильно и быстро. А вот с этим арестом, особенно там мы, известного Барда арестовали, который сидит и не усовский казахский, да, там Ехендарик. Он же сидит там, ему грозит семь лет. Вот это вот может вызвать большие проблемы в Казахстане. Именно народную волну может вызвать. Понимаете? А вот землю не трогай. Все остальное своровали, а остальное не трогайте. Земля это святое. Земля это святое. Вот тут вот вопрос, в котором был просчет. Со стороны Назарбаева и Ижеснин. Поэтому вот эта ситуация, я допускаю, я хочу верить в то, что то, что случилось в Бактубе, это случилось, как это было. Причем это, я не согласен с тем, что это первый раз. И в Алма-Ате, и в Атрау, с летальным исходом, когда участвовали несколько человек, несколько десятков, это было. Просто вот сейчас, в Актере, это произошло как раз в тот момент, когда народ уже на таком нервном срыве. Когда прошли эти многотысячные протесты. Да, да, Григорий Павлович, у нас было. Да, вопрос вот по земле, не такой простой и однозначный, как кажется. Ведь, как там говорят, всю землю продают китайцам. Если китайцы купят землю, возьмут в аренду и так далее, будут вести на ней какую-то хозяйственную деятельность, что-то выращивать, тогда фактически Китай будет вынужден опосредованно или даже напрямую защищать Казахстан, если брызнет вот такого рода радикализм. Я думаю, что сейчас китайское руководство очень внимательно изучает то, что происходит буквально на китайском пороге. Когда это происходило в каких-то странах Африки, где китайцы тоже имели какие-то свои доли в местной экономике, в Южной Америке, там можно было, вот в частности в Африке, можно было частично подвинуть Китай. Потому что Китай в основном действует в экономике, у него нет таких подходов, ну достаточно жестких, какие наблюдались со стороны Советского Союза. Но когда это будет происходить на его границах, Китай сделает соответствующие политические выводы. И может быть в таком случае, в такой ситуации Китай пойдет на то, чтобы прикрыть и казахов в том числе. Но не только этнических казахов, а всю Центральную Азию. Поэтому вопрос не такой простой. А как вы считаете, велико ли значение китайского фактора, Андрей Владимирович? Во-первых, очень велико. Потому что значительная часть казахской элиты, она ориентируется на Китай. Не на Россию и не на Америку. Она ориентируется на Китай. Многие, в том числе часть членов кабинета, они в общем прошли китайскую школу и так далее и тому подобное. И я вот хотел бы обратить внимание на то, что Григорий отмечал. Проблема заключается в том, дестабилизируя Казахстан, мы закрываем китайский проект шелкового пути. Если Казахстан перейдет в состояние дестабильности, не дай бог развала, то огромный китайский план, который стоит сотни миллиардов долларов выстраивания шелкового пути, пойдет в никуда. И вот это очень опасно. С этой точки зрения я совершенно согласен с тем, что у китайского руководства сейчас будет гораздо больше болеть голова, а у Казахстана. Потому что без Казахстана выстроить в долгосрочном особенном плане, я не говорю завтра-послезавтра, а в долгосрочном плане устойчивый шелковый путь невозможно. А как вы считаете, почему памятные события в Жанао-Зене не привели к революции? Все развивается постепенно, последовательно. Мы видим, например, вот тоже можно для иллюстрации Армению взять, убийство нашим российским военнослужащим Сибири в Гюмрии, потом проблема с тарифами, электроэнергия, потом оппозиция начинает активизироваться, потом Карабах взорвался, и до сих пор ситуация не решена, и уже там антироссийские настроения появляются. То есть, казалось бы, начиналось с чего-то, не имеющего никакого отношения к политике, тем более к геополитике, чистая какая-то уголовщина. Тем не менее, вот это все начинает цепляться друг за друга, не решаются вопросы так, как должны решаться, и в итоге приводят к каким-то страшным последствиям. Ту же самую примерно цепочку со своей спецификой, да, я тоже согласен, мы здесь, по-моему, уже об этом говорили, это не первый раз, Андрей Владимирович об этом говорил, но в таком виде, в таком формате, в таком дерзком, наглом, демонстративном пробивали автобусом воинскую часть, это впервые. И мы можем взять начальный какой-то период, в каком виде это было, там какие-то жалкие протесты, кто-то там недовольство в сети выражал, и то, во что это вылилось сейчас. И мы должны сделать вывод, просто глядя на эту тенденцию. Также мы должны вспомнить, что в Советском Союзе волнения начинались именно с Казахстана. Там были еще крымские татары, но именно с Казахстана, когда, по-моему, Колбина туда назначили, как бы русского назначили, первое волнение, вот если в этой цепи брать распады СССР, это не Карабах, это Казахстан и крымские татары. Мерхат, остановили связь с вами. Почему вот события в Жан-Авазене не привели к революции в свое время, мы сейчас заспорили об этом? Еще раз попри. Памятные события в Жан-Авазене, почему они не получили развитие, не привели к революции? А, ну так потому, что это ведь не отрава, это очень маленький поселок. Там ведь нефтяной поселок, и там практически не было никакой связи с ними. Люди в течение полугода, даже больше, требовали свою зарплату и повышения зарплат нефтяники, и возмущались тем, что китайские работники получают больше в разы. Ну и закончится, как известно, чем, вот тоже, казалось, вот говорите, впервые, в наглую, там и так далее. Но вот когда расстреливают более 16 человек, и никаких там каких-то выводов не делается, а просто те же самые люди, которые протестовали и товарищей похоронили, и они же были и осуждены. Ну, конечно, там осудили пять полицейских, по-моему, которые были слишком жестоки, но до сих пор непонятно, кто дал команду стрелять, кто ответственен за это. Конечно, это, в жану-зене это была первая такая, вот, весточь, такая ласточка, которая, ну, как бы угроза стабильности Казахстана. Тем более, это нефть, это нефтяники. Поэтому, конечно, повышать зарплату и не стали, а просто разогнали, и сделали это, самое интересное, что сделали это 16 декабря в День независимости Казахстана. И, кстати, вот эти вот события, о которых вы упомянули, когда Поврина ошибочно, кстати, я считаю, назначили руководить Казахстаном, ошибочно не потому, что у меня какие-то есть претензии, а то, что надо было понимать, что это, к чему это может привести. И это как раз было тоже 16 декабря, 16, 17, 18 декабря 1986 года. Андрей Владимирович, как вы считаете, по каким сценариям может пойти развитие событий? Ну, есть несколько моментов. Первый момент, он заключается в том, как пройдет, действительно, как будет разрешиться вопрос земельной реформы, раз. Второе, насколько стабильным будет мировой рынок нефти, потому что Казахстан зависит от этого в огромной степени. И третье, то, о чем Григорий говорил, это, извините, если будут сделаны выводы или нет. Потому что самое худшее, что может произойти, если власти в Казахстане постараются просто замолчать и сказать, что это просто, ну, какое-то случайное единичное явление и так далее, и так подобное. Я еще раз говорю, что, конечно, очень многое зависит в целом от ситуации в Центральной Азии, которая очень нехорошая. И в данном случае, наверное, не надо забывать о том, что у нас впереди 23-24 июня саммит ШОС, юбилейный, 15 лет саммит ШОС. Это тоже проблема, потому что ШОС пока еще не сталкивался с кризисом в странах внутри него. А вот что такие организации, как ШОС, ОДКБ будут делать, если ситуация в Казахстане пойдет по крайне негативному сценарию, это очень большой вопрос, на который, опять же, многие и у нас в стране не хотят давать ответ, уходят в сторону, а это уже нужно делать. С моей точки зрения, самая главная проблема Казахстана на ближайшие годы – это проблема передачи власти следующему руководителю. Вот здесь это та самая болевая точка, на которой Казахстан может подскользнуться, как на банановой корке. Может ли это событие ускорить поиск преемника, как Вы считаете, Григорий? Да, я думаю, что эти поиски уже давно идут. Более-менее определился, наверное, этот преемник или ряд преемников. Я не думаю, что это какая-то одна фигура может быть. И, скорее всего, это не те, на кого думает, о ком слагает легенда и общественное мнение. Но в целом вот эта ситуация может как раз перетряхнуть вот этот набор фигур. Ужесточаться в целом будет ситуация. Ну, то есть и правоохранительные органы будут работать по-другому и так далее. Я думаю, что на выбор преемника эта ситуация повлияет в том числе. Потому что еще до украинской войны, до ситуации с Крымом, все думали о том, что все теперь, ну, там плюс-минус с какими-то мировыми экономическими кризисами, все будет более-менее развиваться. Сейчас ситуация полностью обратная. То есть она крайне негативная, с непредсказуемыми абсолютно последствиями. Поэтому все зависит от того, действительно, как будет передаваться эта власть. Причем не только в Казахстане, об этом уже говорилось, в Узбекистан, Таджикистан и так далее. Но достаточно где-то брызнуть в одной стране вот этой ситуации. Неточность какая-то, если появится, остальные этим будут пользоваться. Центральная Азия, это, ну, в этом плане очень опасный регион. И он до сих пор не тронут. Там ничего не тронуто. В отличие от мифов с Степаном Бандерой, басмачевский эпос огромный, абсолютно не тронут. Там до 40-х годов не могли уничтожить басмачей. Пока что все это лежит где-то там в запасниках политических. Да, мы обязательно это будем обсуждать. А сейчас мы обсудили то, как спецслужбы Казахстана предотвратили попытку, якобы в кавычках, госпереворота в минувшие выходные. На Ланах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов. Редактор субтитров А.Семкин